Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Жизнь под куполом вынуждает меня вновь обратиться к теме онлайн-общения. Я только что сделал очередной урок по Zoom, а теперь еще одна программа, которая всегда рассматривалась как приложение для стримеров и геймеров, но… Сервис Discord, который действительный по специфике и по всему абсолютно геймерский и предельно молодежный, стал, насколько я слышал, использоваться для онлайн-обучения. Во-первых, я думаю, потому что опытные преподаватели идут на территорию учеников, а не затаскивают последних на свою. А во-вторых, потому что интерфейс Discord, в общем-то, вполне подходит для проведения уроков. Кто бы мог подумать. Итак, тут не обязательно регистрироваться. Хотя если вы планируете использовать Discord регулярно, лучше все-таки присвоить учетные записи, логин и пароль. При первой загрузке тут очень много подробных подсказок. И главное в Discord – это сервера. Сейчас я быстро об этом расскажу, а пока присвоим таки логин и пароль учетной записи. А заодно посмотрим, где тут настройки. А вот здесь. И здесь же можно зарегистрироваться. Кстати, письмо от них у меня попало в спам, имейте в виду. Так. Ну, во-первых, советую включить двухфакторную аутентификацию. А во-вторых, про настройки рассказывать не буду. Здесь их много и они такие, ну скажем, модные. Вот прямо для геймеров и стримеров. Но в целом, как всегда, по умолчанию все прекрасно работает. А мы сразу создадим сервер. Можно еще подключиться к какому-то серверу, но об этом позже. А мы создадим. Название. Можно выбрать какое-то фото на аватар и создать. Можно сразу скопировать приглашение. Если вы его не скопировали, или вам понадобится выслать приглашение позже, что бывает часто, его можно взять здесь. Причем вам достаточно взять только эту часть. Но здесь она не копируется. Скопируем в другом месте. Например, здесь. Это внутренняя ссылка для дискорд. И человеку, а у меня тут есть второй аккаунт с именем Вова Лэ, вы передаете эту ссылку любым удобным способом. Он также идет в сервера, но не для создания, а для того, чтобы присоединиться к какому-то серверу. Вводит ссылку и присоединяется. Вот, теперь нас в сети двое. А Дабир, владелец сервера, еще и имеет корону. Она дает ему ряд преференций. Мы можем общаться в текстовом канале. Пока он тут один. Можем отправлять тут файлы, гифки, смайлики. Ну в общем все как всегда. Также мы можем создать еще один текстовый канал. Таким образом можно разносить какую-то тематику общения по разным каналам. Если фантазировать с онлайн обучением, то по разным предметам. Хотя не знаю, насколько разные предметы должны быть публичными. И в разных каналах все, кто подключен к серверу, могут писать разные сообщения. Так, кроме этого у нас тут есть голосовые каналы, которых мы тоже можем создать несколько в пределах одного сервера. А все пользователи, подключившиеся к серверу, могут выбирать, в каком голосовом канале они сейчас готовы общаться. Выбирается это просто. Кликаете по каналу, попадаете туда. По умолчанию микрофон выключен, но если его включить, вы начинаете общаться со всеми, кто сейчас в этом канале. Нет, не начинаете, что ему тут не нравится. А, у меня он просто в розетку не включен. Так, да, все работает. А так я перепрыгнул во второй канал. Там, правда, никого нет и общаться не с кем. А так я вообще отключился, то есть вышел из всех голосовых каналов. Так, кроме общения в рамках сервера я могу общаться с кем-то лично. Могу, кстати, позвонить кому-то лично. А вот, например, могу написать добер. Больше, правда, тут и писать-то некому. И также могу позвонить отсюда. Это закладка «Главная». Сейчас покажу, где это. А также могу совершить видеозвонок. Но об этом позже. Вот в аккаунте добера загорается notification, что ему кто-то написал личное сообщение и он может его прочитать здесь. То есть у нас есть место для общения на сервере или серверах, если у вас их несколько, и место для общения в закладке «Личное». Но понятно, что такие случайные связи не могут нас удовлетворить в такое неспокойное время, как сейчас. И поэтому кого-то можно добавить здесь в друзья. Либо по нику, если вы его знаете. Кстати, он вот так достаточно легко копируется. Либо можно подружиться с кем-то на сервере. Отсюда или из профиля. С теми, кого вы добавите в друзья, можно уже создавать приватные чаты, причем с функцией видеоконференции и расшариванием экрана. Но количество тут ограничено девятью участниками, а рассказать подробно об этом я не успею. Если не найдете информации на других ресурсах, голосуйте лайками и комментариями. Сделаю еще скринкастер. Вот такая программа. Используется в первую очередь геймерами, но в условиях войны тракторные заводы достаточно быстро переделывались в танковые. Все, любите друг друга и пусть над нами всегда будет чистое небо. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.